Мы пришли в кино Royal Park Через 10 минут Начинается сеанс Сейчас вам покажу зал Сколько тут народу Вот Сидит народ Рядом тоже местечко Занято Ой, не могу Ой, как интересно Я в кино В Новосибирске ни разу не была В метро Один раз ездила А в кино ни разу не была А пусть они нам стоянку оплачивают Здравствуйте, меня зовут Эра Иванчук и я живу в деревне Я прошу прощения за то, что я снимаю очень редко видео Даже не знаю, чем это объяснить или тем, что я не знаю почему Мне по-прежнему нравится снимать видео По-прежнему все нравится Но не потому, что, наверное, что времени нет Нормально, времени всегда хватит Просто распланировать правильно все нужно пораньше встать Позже лечь И все, времени на это хватит Не поэтому А просто потому, что Мне хочется вам все рассказать А как сделать, не знаю Я пыталась дважды или трижды рассказать Я начинаю плакать Как всегда Вот Но только вот не говорите мне сейчас Что не надо ничего рассказывать Снимайте животных и домашние дела и все Не надо мне рассказывать Мне нужно поделиться Я для этого завела канал Для того, чтобы делиться с вами И я сразу вам говорила Что я буду рассказывать обо всем Поэтому Мне хочется Как все произошло Почему И И те люди, которые не верят В то, что мы расходились Кстати, сразу вам говорю Кто там пропускал какие-то видео Так у нас не получилось разойтись Потому что У нас не было свидетельства о браке Мы его восстанавливали Пока мы восстанавливали свидетельство о браке Мы помирились Все так Я пришла из больницы И И все Получилось Все по-другому В больнице Много все произошло Давайте не будем говорить Что только я одна изменилась Вадим, конечно, тоже очень сильно изменился Какие письма мне пишут Я вот увидела его с другой стороны совсем Я попробую что-то вот объяснить И рассказать Какими-то отрывками Что-то пропуская Что-то не пропуская Попробую что-то рассказать Я снимала Несколько раз И что-то там вырежу Что-что-то там Какую-то мысль там Что, почему, как В общем, смотрите В общем, смотрите Я желаю всем Быть счастливыми Быть спокойными Быть внутренне спокойными Принимать себя Принимать своего Супруга И сохраняйте семьи Меняйтесь И Вадим, кстати говоря У него был пост такой В одной социальной сети Не буду говорить в какой Он написал Когда вот он ушел Когда он снял квартиру Он написал Если есть чувство То человек меняется Это меня очень сильно поразило И еще У него есть Одноклассница Подруга Она меня очень сильно поддерживала Она ему писала Там Такие Письма Про меня Хорошие И Он сказал Что это очень сильно Тоже повлияло На все Что вот так вот У нас случилось Ну Много что Мне очень хочется Рассказать Поделиться с вами Но вряд ли мне получится Потому что я такая вся Эмоционально переживательная Но я счастливая Я такая счастливая Как мне кажется Мы не были Только когда поженились Потому что Там я просто была счастлива А сейчас я понимаю Сейчас очень много произошло И я понимаю Очень хорошо чувствую Вот эту ценность Нашей семьи Ценность Которую нужно сохранить Над которой мы очень долго работали Поэтому Я больше счастлива Значительно больше счастлива Чем раньше Ну вам Приятного Просмотра Что показать Сегодня у меня У миру кошки Смотрите Что понатворили На миру кошки А миру кошки У меня 4 миру кошки И 4 миру кошки Снеслись Видите Вот эти 3 больших яйца Это черные У миру кошки А это Поменьше Которая молодая Серая Смотрите Как Отличается В общем М миру кошки У меня Тоже хорошо Золотистые Все сегодня Снеслись М миру кошки Все снеслись В общем Яйца Прям не знаю Куда девать Честно говоря Смотри Вадим Смотри М миру кошки Сегодня 4 штуки Все снеслись Золотистые Я одну Унесла Эти Загорские Все снеслись В общем Сегодня вообще И утром Я сколько Уже яиц Отнесла Ну-ка Достань Пожалуйста Этих Этих Кучинок Тоже 2 забирала Сегодня У Кучинок Потом Нужно будет Повыше сделать Так же Как у этих Как у маранов Чтоб удобнее было Так Я не перепутаю Нет Не перепутаю Ну и все Все этим Скучновато Без петухов Видите Петухов Я отвезла Теперь что Теперь немножко Погодя Они повзрослеют Чуть-чуть Может недельку А может быть И можно Вот этих старых Как-нибудь Соединить Надо с этими Вот тех Соединить Эту полечить И обратно Кучинкам А эту продать Что 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 там Что разодрались Эти Сейчас Вам Какие хитрые Ну-ка Тихо Вам А И этих Пониже Опустим Потому что Там клетка Побольше Немножко Я поехала В Краснообск Мне нужно Забрать Гистология Пришла Результаты И выписку Я не забрала Потому что Тогда еще Что-то Компьютер Завис И я не стала Ждать И уехала Так Ну вот А по дороге Я попробую Я даже не знаю Получится Мне не получится Не знаю Как Потому что Все это пока Во все это пока Очень близко Но Мне хочется Как всегда С вами поделиться Потому что Вы мне родные Кто мне не родные Кто не добрые Я кого забанила Кого наблюдаю Смотрю Еще Весь иллюзий Как мне говорят Они говорят мне Она нас за дураков считает Я говорю Ну как я могу вас за дураков считать Если я вас вообще Даже нисколько не знаю Если вы так считаете Ну я же тут ни при чем Вообще Правильно же Ответила Правильно Ну ладно Сейчас не об этом речь Я не буду тут умничать Потому что я не сильно То и умная На самом деле Ну давайте Начнем с самого начала А с какого начала Сначала Что мы были очень счастливы Много лет Потом Мы начали ссориться Начали ссориться Причины были Всякие разные На самом деле Конечно Придиралась я Бесконечно придиралась Все мне не так Все мне не туда Все мне не вовремя Все мне не так Не поэтому И конечно эмоционально Не просто так Знаете Сказала что-то Поговорить Давай поговорим Или что-то Я эмоционально Кричала Истерики закатывала Ругалась У нас дошло У нас дошло до того Что я начала Обзывать Оскорблять Ну Он Вадим тоже Но редко А в основном Я каждый день Каждый день Я вставала С таким настроением Я ничего не понимаю Что со мной было Ну было наверное Что-то такое Было наверное То ли болячки Доконали меня То ли Не знаю Что-то такое Накопилось Ничего не понимаю То ли уверенность Пропала в себе То ли бес какой-то Селился В общем Я велась Это ужасно Я его Выгоняла Я его Просила Умоляла Развестись Потому что Все равно Это не жизнь Я Сама пыталась Несколько раз Подавать на развод На госуслугах На госуслугах Принимают Только если Два у супруга Одновременно Пишут заявление Он отказывался Потом значит Я ездила У меня даже С собой В машине Все время Это свечество О браке было И я ездила В МФЦ Там тоже Не приняли заявление Сказали Только двое Должны быть Согласны Вадим не соглашался Со мной ехать Ну в общем Я что-то вообще Бесилась так Что Я не знаю Это я теперь вспоминаю Как это было Это было страшно Просто Это могло закончиться Я не знаю как И 15 октября Он мне сказал Вадим Мне сказал Что он согласен На развод И он уходит И он снимет Квартиру И будет жить Отдельно Тогда я вам Вот сняла Это видео Сказала Что мы решили Пожить отдельно Ну тут впервые У меня вот Бабахнуло По голове Конечно Я Такая Знаете Вся самостоятельная Горда Независимая Ужасная Мне надо Я прошла Семинар Одного психолога О детских страхах О детских Травмах В общем-то Мне это очень помогло Ну про больницу Потом давайте Сначала Сначала Вот этот период Когда Он сказал Что он уйдет Снял квартиру Ну я попросила Помогать ему Мне Ну в общем А болячки У меня были Конечно Были И они Создавали проблемы Боли Вот эти Которые Меня бесили Которые Не давали Мне спать И тут Когда вдруг Я поняла Что я могу Его потерять Хотя я раньше Не боялась Этого Я конечно Испыхалась И не потому Что там Кто-то мне Снег не может Тести Ну на самом деле Я люблю его О чем тут говорить Любила Люблю И буду любить Просто Вы знаете Если кто не знает Я вам говорю В общем Все И психологи считают И на самом деле Так она жизнь показывает Что Мужчина Когда любит Он не уйдет От женщины А женщина Когда любит Она уйдет Потому что Может быть Ей покажется Что он ее не любит Или что она уйдет Она будет страдать Она будет плакать Она будет собирать Ее по кусочкам Она все равно уйдет И вот так со мной Тоже и случилось Тогда Я еду очень тихо Очень медленно Не переживайте за меня Очень медленно Вон 30 км в час Потому что пробочка Так ладно Спокойся Ирочка Потому что все же хорошо И вот эти кадры Вы видели Когда мы капусту там резали Когда вот это вот И вот это он мне помогал Приезжал И он такой Стал жесткий Он Например Я попросила его Приехать в субботу Потому что В среду Он приезжал Ну что-то там На 2 часа И ничего Как бы не успевал И тоже Поймите меня правильно Не то что Эти курятники Чистить Я просила его Приехать на подольше Потому что Что-то не успевает Он сделать И наверное Это Не потому что Там Правда Он не успевал Наверное Просто я По нему скучала Я так думаю Я скучала Я хотела с ним Побольше быть И мы тогда Вот с этого момента С 15 октября Мы перестали ссориться Мы ни разу Не поссорились Мы разговаривали Как друзья Правда Мы Но Как бы я понимала Уже неотвратимость Того что мы с ним Все-таки разойдемся И Деваться уже некуда Ну И все И ходила И страдала Как Что было дальше Потом Значит Мне позвонила Наша Акушер-гинеколог Она как бы Ведет меня У нас здесь В раздольном Слава богу Хотя бы у нас Есть акушер-гинеколог И Нет гинеколога Но есть акушер-гинеколог Она про мои проблемы Все знала И она говорит Ливанчук Почему Вы не едете В больницу Я же вам уже В прошлом году Еще направление написала А я все Витя откладывала Откладывала Оттягивала Оттягивала Все у меня Какие-то важные дела Более важные Более все И она мне Сказала Давайте Приходите ко мне И я к ней пришла Она говорит Ложи в больницу Тебе надо срочно В больницу Я говорю Хорошо И она при мне Набрала Красновскую больницу И начала уговаривать Возьмите ее Возьмите женщину Возьмите женщину Ей надо срочно И все Понимаете Вот так получилось Что она теперь Как моя крестная мама Светлана Вячеславовна Я ей так благодарна Просто Ну не знаю Это как-то Так случилось Не просто Проблемы со здоровьем Мои решены Не просто Это Перевернула все Эта больница Эти встречи Эти врачи Эти мои соседки Не могу рассказывать Подождите Ну вот Чуть-чуть успокоилась И вот началось Вот это все В больнице Прямо сразу Прямо сразу Мы познакомились С Леной На завтра У меня была операция Операция была Сама по себе Наверное Я не знаю 15 минут там длилась Но вот этот наркоз Это я попала в ад Я там наркоз Естественно Себя ощущала Кто наркоз знает Бывает Засыпают и просыпаются У меня такого не было Я ничего не чувствовала Конечно Боли У сознания У меня очень четко работало Я осознавала Что я Ира Ливанчук Я осознавала Что я попала в ад Я осознавала За что Я все понимала Вот это вот Вот эти все Что происходило со мной Там Нечательно с головой Это все конечно Это все как-то Более современно Наверное Что ли Это было страшно Это было адски страшно И я понимала За что это все Со мной И я очень сильно кричала Как мне сказали Мне сказали Что Почему ты так кричала Тебе было больно Я говорю Абсолютно не больно Мне было вообще не больно Просто мне было очень страшно Я орала на весь этаж И мне рассказали Прямо так вот орала И когда я спросила У врачей Почему Я так орала Они мне сказали Это было Это ваше внутреннее напряжение Так сказали Но у меня Ощущение было какое-то Так уж Из меня Какие-то бесы выходили Это было очень страшно И Не знаю Конечно Лена Мы с ней общаемся Конечно Сейчас В которой мы в палате были Она сказала Что Вообще Не ориентируйся Ориентируйся Только на свои Собственные чувства Как тебе хорошо Когда тебе надо Не надо вот эту Причинно-следственную связь А я все время Привязываю к каким-то событиям Кто встретился Когда встретился Встретился человек Который мне Вот в этой ситуации Как раз был нужен Она говорит К этому вообще Привязываться не надо Просто будешь счастливая И понимай Что тебе нужно В этой жизни Как ты хочешь И все И отпусти ситуацию И будь спокойна Вот Она меня так Как-то учит Но у меня Вот так вот Получалось всегда Кого-то Я встречала Какие-то Мне попадались Фильмы Какие-то Мне попадались Вот этот Семинар Я прошла Что-то Постоянно Мне Какие-то Доктора Что-то Какое-то Слово Сказали Я за что-то Зацепилась Я постоянно Вот работала Над тем Что со мной Такое происходило Почему Я нашла Причину Я конечно Сбиваюсь Потому что Я очень волнуюсь Я не знаю Я не знаю Я не знаю Я знаю Что он Точно Решил Он вообще Такой человек Вадим Он Один раз Сказал И все Он очень долго Терпел Очень долго Терпел Это Просто Я полз На коленях Перед ним До конца Жизни За то Что я Говорила ему Какие вещи Страшные В общем Он очень долго Терпел Я говорю А почему Ты терпел Он говорит Потому что Я знал Что ты не такая На самом деле Что-то с тобой Происходит А что И никто Нам не мог Помочь И мы Психотерапевты Обращались Что такое Со мной Происходило Ну на самом деле Я сейчас Теперь знаю И вот Лена Мне объяснила В основном Это объяснила Мне Лена Мне стало понятно Что со мной Происходило И почему Так что Я знала Что Вадим Все-таки Твердо Решил Со мной Развестись Я это Приняла Как в принципе Впрочем И приняла То что Вот смотрите На самом деле Я поняла Что я его люблю Я поняла Что я счастлива Именно от этого Что я люблю человека Люблю такого Какой он есть Конечно Он не идеальный Это естественно Нету Не бывает же Идеальных людей Правильно Вы же все знаете Что идеальных людей Не бывает Мы любим человека Принимая его Вот и все Вот и все И я это поняла И мне стало Очень хорошо Понимаете Останется он со мной Уйдет ли он от меня Абсолютно Мне это все равно Мне стало Очень хорошо И я Уже из больницы Пришла домой С счастливым человеком Не потому что Я с ним осталась Я стала счастливая А я уже пришла С счастливым человеком Потому что Я его очень любила И я Благодарила эти моменты Когда он Приходит ко мне Когда он мне помогает Когда я на него смотрю Когда я слушаю Когда он мне пишет СМС Когда он присылает Эти песни Песни для меня Эти были конечно Такой бомбой Я почему-то Я тогда все равно знала Что он со мной разойдется Но Я думала Что он так вот Переживает Наш разрыв И поэтому Мне присылают песни На самом деле Так и было На самом деле Он Когда присылал песни Он не хотел со мной Оставаться Это точно Я знаю Он все равно Действительно так и было Он Просто свои переживания Как все произошло Почему Когда я пришла из больницы Вот Ну как-то тепло Мы встретились Конечно Просто тепло Просто тепло Как друзья Как добрые Как два хороших человека Как Как что-то Люди Которых Когда-то Что-то Объединяло И И Мы Поговорили Хорошо И все И все Вот И мы поняли Что Наверное Я не знаю Как-то так Произошло Что Не сразу Конечно Не сразу Мы поняли Что Не только Я изменилась И он Тоже изменился Он тоже Изменился И он Стал говорить Слова Теплые Как-то Меня называть Такого Раньше Я говорю Кто тебя Так научил Конечно Когда он Когда он Подал заявление Еще вот Какой момент Да Я вам сейчас Расскажу Тоже Вот Тоже Говорят Не надо Вот это Причинно-следственная Связь Но Когда он Подал заявление У нас Потерялся Вот это Вот свидетельство Развод Оно было Во машине И я его Все таскала Таскала Потом он Фотографировал Что-то Он потому что Заявление Подавал Он фотографировал Потом Я не знаю Фотография Можно фотографию Предъявлять Или нет Фотография Тоже у него С телефона Каким-то образом Исчезла И у него Не осталось Ни фотографии Не было Ни свидетельства О браке Которое нужно При расторжении Предъявлять И в общем У него Не приняли Он написал Заявление Его мне прислали И ему сказали Что нужно Восстанавливать Свидетельство О браке И он Подал На восстановление Свидетельство О браке Ну вот Сегодня Мы его получаем Это свидетельство О браке Идем Праздновать Нашу Вторую Свадьбу С новым Свидетельством О браке Так что Получается Мы второй раз Поженились Но мы не разводились Повестки на суд У меня еще не было Именно из-за того Что не хватало Документов У него И его Приостановили Судебное Разбирательство Меня даже не звали Вот так У нас все хорошо Вот прям Вот как будто Мы первый раз Женились Как будто Мы только что Поженились Как будто Вы правильно говорите Медовый месяц У нас все так Настолько хорошо Что мы Сами в шоке Мы сами в шоке Мы просто обалдеваем Как это было Как это возможно сейчас И почему это было Невозможно раньше Но Вадим покупал Электронные билеты Купил В кинотеатр Какой-то Где-то И вот как раз В этом кинотеатре Был фильм Омут Мы посмотрели его Мы были одни В зале Как героиня Тоже вот у нее Все не получалось Как-то жить И так получилось Что она встретила Тоже психолога И она поехала С ним На проработку Вот этих Травм детских И все это показывается Все показывается Я там уревелась Я там урыдалась Я там одна Мы одни были в зале Я там рыдала Я там Дала волю Таким чувствам У меня вышло Столько с меня Вышло Вот этого всего Ну Наговорила Хочу все-таки Открыть Показать Как они там у меня Вот один Сидит Головой сюда Другой головой Куда Тоже туда Куда головой Спрятался Вот они Два петуха Сейчас я схожу К нему И узнаю А давайте Я покажу Получше Не знаю Ну вот Один Вот другой Смотрите Как сидят Нормально В общем Сейчас я к нему схожу Прошу Если есть место Вон еще коробочку Одну взяла Вот Так она Сколько Так Наверное 50 сантиметров Коробочка Так 30 И так Тоже 50 Наверное 50 На 50 Ну нормально Должно быть Сейчас у нас будет Постепенное переселение Смотрите Петухов Маранов Я отвезла Вчера на вокзал Они уже доехали Все слава богу Благополучно Сюда мы сейчас Пускаем Старого Марана Вот Клади пока туда Его Может быть Конечно Будет топтать Но что делать Ничего Не сделаешь Такая жизнь Так Девчонки С вами Дальше Смотри Вадим Что Дальше Этих курочек Надо вытащить Вот этих Посадить Вниз Туда Этих Наших Вот этих Этих Выпустить Сюда Вот здесь У нас С Вадимом Частенько Происходят Свидания Около Библиотеки Потому что Вот здесь Он работает Здесь На Кирово Так что Мы встречаемся Здесь Обычно Субтитры 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 Субтитры